Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти В некоторых российских регионах, например в Нижегородской и Тульской областях, начали применять новое дорожное покрытие Это асфальтобетонная смесь с добавлением резины Её получают после переработки крупногабаритных покрышек Такой материал, заявляет разработчик, лучше переносит перепады температур, более устойчив к появлению колеи и трещин Идеальные локации для его использования, скоростные магистрали с высокой нагрузкой и взлётно-посадочные полосы Насколько такая технология дороже традиционной, не сообщается Трасса 101 Московских водителей всё чаще наказывают за непристёбный ремень безопасности с помощью камер фиксации нарушений Применять их начали в прошлом году Первоначально таких комплексов было несколько штук, а теперь уже несколько десятков Штраф за ремень вошёл в тройку самых популярных взысканий На первом месте находится несоблюдение требований знаков или разметки На втором – превышение скорости от 20 до 40 км в час И там и там штраф 500 рублей Скоро камеры научатся штрафовать и водителей, и пассажиров мототехники, которые не используют шлемы Штраф тут, как и за непристёгнутый ремень – 1000 рублей Трасса 101 В России зафиксирована необычная тенденция – увеличение популярности мотоциклов среди прекрасной половины Как информирует газета РУ, в 2021 году россиянки приобрели новых байков на 20% больше, чем в 2020 Практически тот же рост в сегменте поддержанных мотоциклов Чаще всего двухколёсным транспортным средством с мотором обзаводятся барышни в возрасте от 18 до 30 лет Далее следуют женщины в возрасте от 30 до 40 Трасса 101 Китайский автомобильный бренд Лифан больше не работает в России Официально компания об уходе не заявляла, но об этом можно судить по нескольким объективным данным Например, за последнее время в нашей стране на учёт в ГИБДД не поставили ни одной новой машины Лифан А сайт производителя давно не обновляется Там указаны докризисные цены Но что это такое? Кроссовер X60 минимум за 640 тысяч рублей Меж тем Лифан занимает второе место в списке самых распространённых в нашей стране легковушек из Поднебесной Всего у нас насчитывается 154 тысячи авто этой марки Трасса 101 Компания Mercedes-Benz добилась рекордного пробега электромобиля на одном заряде Модель Vision EQXX преодолела ровно одну тысячу километров После остановки приборы показывали, что электрокар способен проехать ещё полторы сотни километров Такого успеха удалось добиться в том числе за счёт аэродинамических ухищрений К примеру, в передней части авто имеются управляемые заслонки, которые позволяют избежать турбулентности в колёсных арках Оснащён EQXX с электромотором мощностью 204 лошадиные силы На крыше имеются солнечные панели, которые в ясную погоду обеспечивают дополнительные 25 километров пробега О запуске серийного производства модели речи пока не идёт На этом всё. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101